Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности, и сегодня мы разберёмся в шадовизме. Да, разберём для этого статью «Шадовизм. Религия. Понимание». Непосредственно недавно написанная статья. Свежак. Сейчас будем смотреть. Актуальность. В мире существует множество религий и сект, но ни одна из них не основывается на глубокой философской герминифтической философии. Вообще призывы к пониманию в рамках различных религий не очень распространены. Если религиозный человек говорит о понимании, то чаще всего подразумевает понимание единоверцев, но ни в коем случае не еретиков, в скобочках скользких, угрей, атеистов, нигилистов и мракобесов. А скользкие угри – это отсылка к буддизму. Буддисты в своих текстах называли своих оппонентов скользкими угрями. Да, было такое. Атеистами и нигилистами все христиане обзывают, еретиками ещё добывают. И современные оскорбления от учёных, от науки, от сиентистов, это мракобес, обскурантист. То есть человек, который презреет свет, который не любит свет знаний, великий, великий абсолютный свет, супер потрясающих знаний, которые все должны знать. Так вот, шедавизм – это религия понимания. Единственная догма шедавизма не связана с мистическими, магическими и трансцендентальными сущностями и не касается подавляющего большинства этических установок. Эта догма формулируется крайне просто. Одной единственной заповедью – стремись к пониманию. Но что всё это значит, мы попробуем разобраться сейчас. Прежде всего, что отличает шедавизм от всех прочих дисциплин – это ортодексология. А что-ка ортодексология вы можете посмотреть в предыдущем видео. Прежде всего, шедавизм является частью философско-скептического германифтического проекта, который называется ортодексология. Это не самостоятельная религия, а лишь упрощённая форма сложного философского исследования, заточенного на изучение мнений с применением методов германифтического вживания, сомнений, философской комбинаторики, духовных практик, творчества и многого другого. Шедавизм всегда подчинён ортодексологии. Ну, всё понятно. Кстати, относительно использования моей фамилии в качестве названия, в чём это заключается? Во-первых, это относится к спектру моих текстов непосредственно. То есть к текстам ортодексологии. Что и подразумевает вот эта вот вторичность. А во-вторых, шедавизм является моей личной религией, которую на данный момент более никто не исповедует, поэтому называть её шедавизмом я имею абсолютно полное право. В общем-то, нет никакой разницы на данный момент, как эта религия будет называться. Поэтому пока это шедавизм. Понимание. Что ж такое понимание-то? Интересно. Понимание это способность вжиться в другого, поставить себя на его место, применить на себе его эмоции, мысли, жизненные ситуации и так далее. Есть две разновидности понимания. Абсолютное и относительное. Абсолютное понимание в рамках ортодексологии считается неподтверждённым, ну и даже невозможным, наверное. А дело в том, что добиться полного совпадения в обживании довольно трудно. Именно поэтому имеет смысл говорить лишь об относительном понимании, который отлично выражается через самосочетание стремления к пониманию и от призыва шедавизма «стремись к пониманию». То есть, пытайся достигнуть хотя бы относительного понимания. Стремление к пониманию. Понимание, как таковое, доступно людям с большим трудом. Именно поэтому имеет смысл говорить о вечном стремлении к пониманию. Стремиться к пониманию значит прилагать усилия для того, чтобы понять другого. При этом убеждение о безоговорочном доминирующем понимании кого-то, скорее всего, говорит нам о том, что человек не понимает. Ни нас, ни других. Ну, в общем, да. Стремление к пониманию имеет две разновидности – религиозное и философское. Философское проявляется через ортодексологию, религиозное – через шедавизм. Все. Проще. Говорим проще, чем написано в статье. Статье вы можете прочитать все-таки. Это не проблема. Направленность понимания на иноверцев. Самое главное отличие шедавизма от других религий в вопросе понимания заключается в том, что ее главная заповедь направлена на иноверцев. Ну, например, христианин. Да. Не убей, не укради, не вожелай жены другого и так далее, и так далее, и так далее. И это все относится к христианам. Да. Да. Так, к сожалению, да. У евреев те же самые 10 заповедей это относится преимущественно к евреям. А так можно украсть, можно убить даже. Евреи в Библии убивали. И Бог это поддерживал, между прочим, нарушение заповеди. Вот, значит, получается, что преимущественное дело идет о представителях этой религии. А в данном случае шедавизм направлен на иноверцев, на не шедавистов. И это важно. Это очень важно. Начнем с этого. Это первое отличие шедавизма от всех прочих религий. Ну, не исключая его не мистический характер. Это одно из самых важных отличий. Потому что шедавист, он должен изучать иноверца. Он должен не торопиться делать о нем какие-то поспешные выводы. Он не должен торопиться обвинять его в чем-то. Да. Шедавизм и другие религии. Еще одно преимущество шедавизма заключается в том, что он совместим со всеми другими религиями. Ни в одной религии вы не найдете заповеди. Не пойми. Нет. Нет. Нет такой заповеди. Но по каким-то причинам, по тем или иным убеждениям, по тем или иным каким-то предрассудкам, все-таки люди стремятся к непониманию. Особенно религиозные люди тоже стремятся к разграничению, непониманию, презрению, к войнам, к различным. Ни одна религия не разработала, причем достойной герметической концепции, которая акцентировала бы внимание не на священные тексты своей религии непосредственно, а на людей. И так было на протяжении многих веков, потому что религии во многом были изолированы друг от друга. Они имели полное право изолироваться друг от друга. Даже если они пребывали на одной стороне и оказывали друг другу влияние, они все равно умудрялись быть изолированными друг от друга. Современность преподает нам урок реликтивизма. К сожалению, для многих религиозных людей вот так вот происходит, что современность преподает нам урок реликтивизма, и теперь у нас много религиозных течений. И все они как-то уживаются вместе. И не могут перебить друг друга. И нет возможности уничтожить еретиков, сжечь их, подвергнуть их казни. Вот-вот нет такой возможности теперь. И что делать дальше? Вот-вот ответ в шедавизме. Шедавизм не противоречит ни одной религии. Христианин без проблем может принять шедавизм. Это никак ему не помешает, не повредит его вере в Бога, и никак не повлияет на его христианскую мораль. Мусульманин тоже может принять шедавизм, тоже никак не повлияет. Воздавай хвалы Аллаху и пророку его, Мухаммеду. Все хорошо. Здесь нет противоречия с шедавизмом. И Мухаммед, и Аллах, они, по-моему, нигде не писали, что не пойми, не пойми другого, презирай другого. Нет, такого тоже нигде не было. Атеист может принять шедавизм, никаких проблем нет. Шедавизм это религия, которая может объединять другие религии благодаря принципу понимания, при этом не заставляя людей изменять своим убеждениям, что очень тоже важно. И это вам не какая-то толерантность, терпимость, то есть толерантность подразумевает именно терпение. Вот мы сидим, сидим, я ненавижу всех этих эмигрантов, как я их всех презираю, но я терплю, я ничего про них говорить не буду. Вот это терпимость называется. А понимание работает по другим принципам. Ну вы уже поняли из вышелезложенного текста, что такое, в общем-то, понимание. И чем оно отличается от терпимости. То есть, понимание как антимилитаризм и антижестокость. То есть, одна из основных целей шедавизма, по сути, это снизить всевозможные милитаристические репрессивные позывы и настроения и сделать мир более приемлемым для плюралистического сосуществования многочисленных учений. Это, по-моему, прекрасная цель. По-моему, к этому следовало бы стремиться. Плюрализм. Одна из тоже главных черт шедавизма. Шедавизм подразумевает плюрализм. Он существует в мире, в котором множество учений нужно взаимодействовать друг с другом. Вообще, шедавизм одна из немногих религий, которая не является самооценной. То есть, она не может существовать без других религий. Вообще, такого не было, по-моему, прецедента в истории, чтобы существовала какая-то религия, которая не может существовать без других религий. Шедавизм вот одна из вот этих вот редких несуществующих монстров. Плюрализм – это абсолютно нормальное явление в мире, в котором уже давно пора смириться, и с которым надо работать, а не стремиться к какому-то монистическому, догматическому единому миру. Шедавизм в данной системе может выступать в роли универсального рефери, то есть, судьи. Он может не предвзято оценивать аргументы всех сторон. У шедависта вообще множество функций, которые он может исполнять в современном плюралистичном мире, в котором очень много мнений и очень много различных позиций. То есть, это именно религия, которая призвана для того, чтобы приносить пользу другим религиям. Вот такое я хочу ее видеть, по сути. Популяризация принципов шедавизма. Как мне кажется, популяризация принципов шедавизма может принести огромную пользу всему человечеству, не навредить при этом ни культурам, ни религиям, ни науке. Когда наступит эра шедавизма, то пройдет эра слепого фанатизма. Благодаря ему можно миновать новое средневековье, построить многогранный мир, не стремящийся при этом в своем многообразии разорвать себя на куски. Ни один из принципов любой из религий не подходит для построения плюралистического мира, потому что христианская любовь, исламская покорность, буддийское просветление, атеистическое неверие, научные эксперименты, статистика, все это вещи, крайне противоречащие друг другу, во-первых. Что самое важное, они крайне противоречат друг другу. А во-вторых, они сомнительны. Поэтому ни в одной религии, идеологии или философскому учению на данный момент нет принципа, который мог бы даже в теории объединить все это многообразие, хоть как-то его соединить, хоть как-то повысить степень понимания. Шедавизм претендует на это. Вот если бы эта религия развилась, популяризовалась, по-моему, было бы очень даже хорошо. По сути, в шедавизме и веры-то никакой нет, он не требует веры, не нужна ему вера. Но при этом он не противоречит другим верам, что делает его прекрасным клеем, так скажем, для всех возможных религий. Вот такая вот промежуточная религия, которая будет помогать всем найти общий язык, которая будет устремлять людей к пониманию. Это очень важно для здорового будущего человечества. Идеал монистического мира и идеал плюралистического мира. Сейчас немножко разберем две различных концепции. Первая это концепция монистического мира. К чему стремится монистический мир? Чтобы его учение было единым во всем мире, и все люди без исключения верили вот в него, в это вот учение потрясающее. Таков монистический мир. И идеалы монистического мира присутствуют как в христианстве, так и в исламе, буддизме, коммунизме, нацизме, демократии и даже в науке. Ну то есть большинство сиентистов и многие ученые ратуют за то, чтобы наука стала монистическим принципом всего мира, и кроме науки не было бы ничего. Никаких религий, никаких философских течений. И вот, например, такие ученые, как Ричард Докинс и Стивен Хокин, как раз придерживались такой монистической, крайне радикальной и совершенно догматичной позиции. И при этом двое воспитали целое поколение фанатичных сиентистов, которые думают абсолютно так же. Шадовизм придерживается обратного идеала. То есть это идеал плюралистического мира, то есть мира, в котором сосуществуют различные мировоззрения, при том, благодаря шадовизму, сосуществуют мирно и решают свои проблемы не столько милитаризмом и репрессиями, сколько обсуждениями. Начнем с того, что в отличие от монистического мира, который является волшебной мечтой всех направлений мысли и всех мировоззрений, что вот везде она станет абсолютный нацизм, или везде она станет абсолютная демократия, или везде она станет абсолютная наука. Вот это сказка пока, на данный момент это сказка. Этого нигде никогда не было. Может быть, к сожалению, может быть, и к счастью, но такого нигде никогда не было. А вот плюралистический мир, это наша реальность. Это реальность древности, это реальность средних веков, ведь в средние века было много религий, а также много эретических ответвлений внутри каждой из них. И даже ислам является плюралистичным, потому что он содержит в себе кучу исламских учений, буддизм является плюралистичным, потому что он содержит кучу буддийских учтений. И христианство тоже не едино и тоже содержит огромное количество учений, оно тоже плюралистично. Монистического мира нет, нигде не было. И возможно никогда не будет плюралистический мир, закон в некотором роде. Это закон, в котором мы живем, это закон нашего человеческого мира, закон человечества. И все это время люди, представители различных религий, различных мировоззрений, различных политических установок стремились к монистическому, возможно недостижимому идеалу. Вместо того, чтобы создавать методы взаимодействия, шадавизм этим и занимается. Вот шадавизм занимается тем, чем человечество должно было заниматься на протяжении последних двух тысяч лет, по-моему. И хотелось бы, чтобы появилась такая религия, чтобы у нее было много последователей, чтобы большинство христиан, мусульман, и буддистов, и ученых, и атеистов стали придерживаться какого-то подобного мировоззрения, потому что без него, ну, все будет очень плохо, скорее всего. То, что плюрализм пока не сжит. Совершенно не сжит. И даже более того, более того, скорее всего, он не будет и сжит. Относительно храма понимания как института всех религий. Непосредственно храм понимания планируется как институт всех религий и всех философских мировоззрений. Это место, где можно изучить и исповедовать любую религию, любую веру, любое философское учение. Такого места в нашем мире точно не хватает, и реально работающих аналогов такого проекта на данный момент не существует. Многие скажут, что нам достаточно научного изучения религии, но наука изучает религии так же, как она изучает, например, людей. Вот, допустим, вы, уважаемый мой зритель. А как вас изучает наука, ну, то есть, естественная наука непосредственно, допустим? Она кладет вас на стол, вскрывает, вскрывает вас, да, и смотрит на ваши органы, делает замеры, смотрит, сколько у вас в крови содержится тех или иных клеток. Так, изучает ли наука вас как человека? Естественно, наука так вас не изучает непосредственно. Но непосредственно религиовидение вот такими же фактами оперирует в отношении религии. Ну, то есть, я думаю, что знания каких-то дат, каких-то личностей, которые не все религиозные деятели внутри своей религии даже знают, ну, это такое себе, это не ведет к пониманию религии. И даже, наоборот, ведет к такому высокомерному настроению, при котором религиовиды думают, ха, это же религия всего-то, я все знаю о ней. А вы не знаете, значит, я умнее вас. Ставит себя выше религиовид, чем верующий в данном случае. И поэтому не понимает в том числе. Ученый может знать о той или иной религии больше фактов, чем даже голова этой религии, например. Но понимание это ему все равно не принесет. Научный метод довольно специфическая вещь просто в данном случае. И действительно он имеет место. Причем религиозный опыт, он чаще всего субъективный. А религиовидение как наука, причем наука преимущественно гуманитарная, стремится к объективному отражению действительности. А объективные факты, объективные факты и субъективные ощущения, они как-то вот обычно не особо сходятся. Если ученый-религиовед и говорит о каких-то субъективных ощущениях, то в качестве некоторого такого научного факта, который он сам не понимает, но говорит, вот что буддист чувствует обычно. Я этого, конечно, не пробовал, но вот типа они вот это чувствуют. Да, потрясающе. Потрясающий уровень понимания ученых, конечно. Но не будем их ругать, это просто соотносится с их методом, и тоже часть их веры, ну все нормально здесь. Моя религиозная мечта. Ну, в общем-то, вот шедовизм. Это в некотором роде моя религиозная мечта, да. В идеале я бы хотел создавать храмы всех религий, во всех регионах нашей планеты. А также распространять веру в понимание между представителями всех религий. Притом не отменять религии, не уничтожать религии, не приводить к тому, чтобы они разваливались, а наоборот, укреплять религии, укреплять их понимание, укреплять вот эти возможности изучения одних религий и другими, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чтобы получился более-менее дружный мир, это не должен быть какой-то идеальный мир, такой прекрасный, абсолютно хороший, где все друг друга любят, но все-таки повысить степень понимания в мире, плюралистическом, на мой взгляд, очень важный, что-то должно этим заниматься. Вот. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Если вам понравился шедовизм, шедовизм, да, ну, ну, собственно, понимайте других людей, других представителей, других верований. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания еще раз. Очень много-много понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok